Трудные места писания с библейским порталом Экзегет Первая глава, посланник евреям, она перечисляет достоинство сына по сравнению с ангелами Он выше ангелов, это краткий смысл И доказывается это при помощи целого ряда цитат Итак, шестой стих в синодальном переводе Также, когда вводят первородного во вселенную, говорит, и допоклонятся ему все ангелы Божии Ну, все понятно, Господь или Бог-Отец, если мы говорим на языке христианской догматики, вводит сына во вселенную, представляет его вселенную Стоп! Вселенная, что раньше него сотворена? А вот вам, пожалуйста, орианская цитата, да? То есть цитата, которую можно истолковать в орианском смысле Сын вторичен по отношению ко вселенной Сначала творится вселенная, а потом он вводит сына? Нет, ну это не может быть, потому что мы читали вот предыдущий пятый стих Кстати, тоже трудное место Ты сын мой, я ныне родил тебя И мы обнаруживали там, что эти слова вообще-то в оригинале Ветхого Завета относятся к Соломону К сыну Давида, который действительно не Бог И который действительно явно появляется на свет уже после того, как эти слова были произнесены Да, так это же цитата Цитата откуда? Но есть, пожалуй, одно место в Писании На которое можно сослаться вот прямо и непосредственно И параллельные места указывают на него к этому месту из послания к евреям Да постыдятся все служащие стуканам, хвалящиеся идолами Поклонитесь перед ним все боги Что? Все боги? Да, да, вот синодальный перевод так выглядит И примечание по переводу 70, то есть по греческому переводу по септуагенте все ангелы его Значит, автор послания к евреям цитирует это место Это 96-й Псалом в переводе септуагента Что довольно логично, потому что послание к евреям написано на греческом языке Септуагента — это греческий перевод Значит, еще одна проблема Так боги или ангелы? Ну, поскольку Псалом полемизирует с язычниками То он говорит, Господь превосходит всех этих ваших языческих богов И они в лучшем случае служебные духи В худшем — еще хуже, гораздо хуже Значит, пусть эти служебные духи поклонятся сыну Поклонятся Христу Но это не снимает с нас проблемы про первородную вселенную Вообще-то говоря, вот кто имеется в виду здесь, в Ветхом Завете Еще раз «Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами Поклонитесь пред ним все боги» А Псалом начинается «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова» То есть это Господь Он не делится здесь на отца и сына Господь воцарился Царский Псалом, который может пониматься как такая весть о Господе, о Боге Как о подлинном царе Израиля А может иногда пониматься и понимаются подобные псалмы Как прославление царя израильского человека Который наместник Бога Вот наместник Бога на земле — это на самом деле титул израильского царя в Ветхом Завете Это ровно то, что он есть Он не сам по себе правитель А он правит вместо Бога, исполняя волю того Значит, речь вообще здесь не про сына Почему? И третья проблема возникает Почему автор послания к евреям ее цитирует А вы знаете, мне кажется, что эти проблемы решаются довольно легко Если мы держим в голове полный смысл богословия послания к евреям Сын — это тот, кто являет божественное царство на земле Поэтому Господь вводит его во вселенную не в том смысле, что он его только что родил И представляет его всей вселенной как некий царь У него родился наследник, он созывает своих придворных, подданных И они приветствуют наследника, того, кто займет место этого царя Нет, не в этом смысле, а в том смысле, что Господь его вводит уже как царя Он начинает царствовать в этом мире И ангелы становятся его служебными духами Но для того, чтобы это понять, нужно читать целиком послание к евреям Ну или хотя бы пару-тройку глав А если брать отдельно, ну да, начинает это все восприниматься как некая такая богословская мысль Из которой можно вывести все, что угодно Ну вот Библия, она так устроена, если разодрать на цитаты Потом из этих цитат можно что угодно сконструировать Раздирать не надо, надо в контексте смотреть Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok